Такс, кто тут любит много букв? Люк Смит любит много букв. А Тец выложил очередной лонгрид с новыми подробностями грядущих изменений в игре и системе контента. Много текста и много важных деталей, которые, судя по комментариям у нас в группе, не поняли десятки игроков. Ща разберёмся, что к чему, что там за такие трагедии разыгрались, а то статью на русский пока не перевели, а ты... Меня зовут Джонни Лейни, кстати. Да, это канал Трипл Вайп, если ты успел забыть. Итак, тема письма. В Destiny 2 появится сезонный пропуск и сезонные ранги с релизом Обители Теней. Первая приходящая на ум аналогия батл пассы в батл роялях. И отчасти так и есть, но с некоторыми ключевыми отличиями, упустив которые, вы и рискуете стать одним из тех, кто пишет Ну всё, донат везде. Хотя платить не надо. Выглядеть сезонник будет вот так. Каждый новый пропуск выдается вам в начале каждого нового сезона и включает в себя 100 рангов с наградами. Важно понимать, что это просто дополнительные награды и контент к тому, что вы уже скачали или купили. Для получения вот этой шмотки, шмотки за 80 ранг, 99 ранг, за 100 ранг, вам не нужно выполнять конкретного челленджа или задания. Вы просто продолжаете играть в игру так же, как и играли до этого. Получаете опыт и забираете ещё одну дополнительную награду. Чем это плохо? Билет будет доступен абсолютно всем игрокам. Платить за него не надо. Даже тем, кто просто скачает бесплатную версию Новый Свет и зайдёт на вечерок. Как видно на скриншоте, у сезонного пропуска будет два вида наград. Бесплатные и премиум. Платные. И вот на этом моменте у многих падает пелена и понеслись байки про донат. Если вы купили какой-то отдельный сезон за 10 баксов, то вам доплачивать не надо. Если вы предзаказали или купили делюкс обители теней, платить не надо. Если вы скачали фри-то-плей версию, это блин фри-то-плей версия, не плати, не надо. За что даются платные награды? Они для тех, кто купил любое дополнение хоть в каком-то виде. Понятно тебе? Убери свой кошелёк, убери руки с клавиатуры и не пиши вот эту телегу про скатились. Врубайся, платить тебе больше ничего не надо. Второй момент, с которого многих подогрело, покупка рангов. Да, эти ранги можно будет покупать. Но только в последние три недели каждого сезона. Возможно, в зависимости от сезона эти сроки финальные будут отличаться. Последние две недели, три, три с половиной. То есть, на протяжении первых месяцев ранги можно будет набивать только игровым путём. Данная система доната сделана для того, чтобы игроки, которые не успели освоить контент и хотят всё выбить, смогли нагнать других игроков. Если бы ранги можно было купить в начале сезона, то это было бы фиаско. Но система выглядит совсем по-другому. Приведу понятный пример. Все, кто играет в Destiny 2 достаточно продолжительный период времени, знают, что в последний месяц-полтора каждого сезона найти пати и добить какие-то из наград зачастую почти нереально. Кланы вымирают, ЛФГ-каналы покрываются паутиной и очень часто игроки остаются без награды, потому что достать её просто так не получается в конкретный отрезок времени. Ну так вот, хотя бы с контентом какого-то батл пасса этой проблемы не будет. Что-то не успел? Да плати, если хочешь, и получи свою пару халатов и шейдеров. Но если ты играешь в игру хотя бы просто пробегая страйки, тебе ничего платить не надо. Аргумент, ага, мы херачили весь сезон, они придут и просто всё купят. Аргумент дебильный. Батл пасс – казуальная система наград. Ты ничего не делаешь для неё. Она просто где-то там есть в ростере, и она подкидывает тебе ништяки, пока ты просто играешь. Это не одно и то же, если бы в конце сезона появлялась возможность доплатить за пинакл сезонное оружие. Давайте не передёргивать факты и не додумывать. Ну и немного цитат самого Люка Смита, перевод которых мы уже запостили в группе. Вы можете подумать, стойте, то есть вы повысили количество требуемого опыта для получения ранга, чтобы заставить игроков покупать эти самые ранги под конец сезона? Ответ – нет. Для примера, наша команда протестировала получение опыта в налётах, играя в спокойной обстановке по 18 минут на каждый налёт, с полным набором контрактов. Команда зарабатывала сезонный ранг менее чем за час. Более того, каждую неделю стражи будут получать бонусный опыт к первым трем рангам. Играя в налёты с полным набором контрактов, вы получите около 10 рангов за 8 часов. Зная вас, вы найдёте более крутые способы получения опыта. Мы хотим, чтобы игроки, которые начнут играть, первую неделю сезона получили максимальный ранг, просто играя в игру. Если это не получится, то мы будем править систему. Некоторые игры с подобной системой позволяют вам покупать ранги в самом начале сезона. Мы хотим, чтобы ваше проводимое время в игре что-то значило. Мы хотим, чтобы первые игроки открывали ранговые ништяки игровым путём, а не за деньги. В общем-то, ясна суть, я надеюсь. Сори, что немного эмоционально, но почитав комментарии, я прям не мог смириться, что люди осуждают бесплатное нововведение с дополнительным контентом. Что вообще? Итак, ещё раз тезисы. Сезонный пропуск доступен абсолютно всем игрокам. Отдельно покупать и платить за него не надо. У сезонного пропуска будет 100 рангов, которые распространяются на весь аккаунт. Игроки будут прокачивать, открывать уровни по мере зарабатывания опыта в игре. В последние 2-4 недели Банжи откроют допуск покупки рангов. Это будет сделано для тех игроков, кто не сможет к концу сезона набить максимальный уровень рангов. Сам сезон длится 10 недель. Есть особые награды рангов для тех, кто не приобретает что-либо. То есть полностью бесплатная ветка пропуска. Так вот, она включает в себя новый экзотический револьвер Клятва Эрианы. Три легендарных комплекта брони, по одному на каждый класс. Две легендарные пушки и яркие нграммы, включающие в себя лучшие из второго года. У премиум рангов будут некоторые преимущества над бесплатными рангами. Например, игроки с бесплатной версии игры получат доступ к экзотическому револьверу позже, чем обладатели сезонного абонемента. Теперь еще другая новость. Как вы помните, разрабы обещали упростить квесты на Горную вершину и Виндиго с выходом Обители Теней. Так вот, теперь стало известно, как именно мы будем получать эти самые гранатометы. Если ты недавно выбил эти пушки, лучше перестань жевать и сядь. Упрощения квестов такие. Для Виндиго GL3. Убийства гранатометами будут давать в 2 раза больше прогресса на каждом этапе задания. Штраф за смерть будет полностью убран. Мультиубийства будут давать на 50% больше прогресса, а прохождение налетов из плейлиста будет давать существенный прогресс к заданию. Ну а квест на ту самую Горную вершину теперь будет таким. Требуемое количество мультиубийств будет снижено с 200 до 75 очков. Требуемое количество медалей «Выверенная траектория» будет снижено со 100 до 25. Ну а количество очков, получаемое в плейлисте ПВП, будут увеличены в этих пропорциях у вас на экране. Рады? Согласны? Друзья, большая просьба, прежде чем поддаваться панике, пожалуйста, дождитесь перевода первоисточника, если не знаете английский. Мы всегда переводим информацию с сайта Bungie в максимально оперативные сроки. Даем ее вам в доступной форме без личных додумываний. Подпишись на нашу группу ВКонтакте, на наш Твиттер и на наш Инстаграм. Да, теперь мы и там будем давать тебе самые свежие новости по игре, где тебе удобней. Если ты хочешь разбираться в том, что происходит с игрой, то ты не упустишь ничего, подписавшись на Triple Vibe. Ссылки на все источники в описании к видео. Спасибо за просмотр. Счастливо! Алло, Люк, я их вроде успокоил, не знаю.